Амстердам, Юханнесбург, Надым, Дубай, Щелково. Казалось бы, что общего между этими городами? Связующей нитью между разными континентами является компания «Газпром Космические системы». На базе спутниковой группировки «Ямал» один из крупнейших спутниковых операторов предоставляет услуги связи. Управление космическими аппаратами сосредоточено в Щелковском районе. Руководство компании нацелено на расширение бизнеса и поэтому принимает участие в международных выставках в разных странах мира. Очередной площадкой для деловых переговоров стал форум «Капсат-2016». Он собрал представителей индустрии вещания, производства и доставки контента, цифровых медиа и спутниковых технологий из стран Ближнего Востока, Африки, Южной Азии и других регионов. Встречало экспонентов яркое солнце Арабских Эмиратов. Площадкой для проведения международной выставки «Капсат» стал Всемирный торговый центр Дубая. Здесь повсюду слышна иностранная речь, ведь участие в выставке принимают компании из различных стран мира, в том числе и нашей страны России. Свой стенд представил один из крупнейших спутниковых операторов нашей страны – компания «Газпром Космические системы» – телекоммуникационный центр, который расположен в Щелковском районе. В нескольких залах собралось более 15 тысяч представителей международных компаний, желающих познакомить сообщество со своими новаторскими услугами, продуктами и технологиями. Специализированное мероприятие дает возможность профессионалам индустрии увидеть, изучить и оценить самое современное оборудование для спутниковой связи, телерадиовещания, доставки контента. Спутниковый телевизионный бизнес в работе компании «Газпром Космические системы» занимает одно из центральных мест, поэтому эту площадку оператор не оставляет без внимания уже несколько последних лет. Подобные мероприятия являются для него деловой платформой и создают условия для развития бизнеса. Наравне со стендами крупнейших мировых компаний экспозиция российского спутникового оператора пользовалась повышенным интересом. Это место, где мы можем встретиться с нашими партнерами. Здесь вот в Дубае, это, как правило, рынок Африка, Ближний Восток, Азия. У нас обычно идет предварительная проработка, там до встречи, а здесь, как правило, мы подписываем контракт. Ну и есть возможность встретиться именно с первыми лицами компании, которые подписывают контракты, у которых по тем или другим причинам сложно приехать к нам в Москву. И здесь, в Дубае, такая площадка, где с удовольствием все встречаются. В ходе работы выставки «Кэпсет-2016» генеральный директор компании «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов подписал контракты на предоставление емкости спутника «Ямал-402» для оказания услуг репортажного телевидения на африканском рынке. Компания «Телемедиа» из Южноафриканской республики уже два года на постоянной основе использует ресурс спутника «Ямал-402» для трансляции пакетов африканских каналов и государственного телевидения «Анголы». Мы используем целый ряд спутников в нашем бизнесе. Один из наших крупнейших спутников-операторов, чью емкость мы используем, это компания «Газпром космические системы» спутник «Ямал-402». Этот спутник имеет хорошую зону обслуживания, достаточно высокий угол наклона, и нам не надо создавать специальные конструкции, чтобы антенна идеально смотрела на спутник. Мы довольны использованием этого спутника. Сегодня эта медийная компания развивает услуги по организации репортажей с мест актуальных событий на африканском континенте, политические мероприятия, выборы, спортивные соревнования. Парк автомобильных и переносимых станций спутниковой связи, принадлежащий компании «Телемедиа», и ресурс спутника «Ямал-402» позволяют оперативно и качественно организовывать телевизионные репортажи и перегон контента как внутри африканского континента, так и из Африки в Европу. У нас уже есть существующий контракт на подъем телевизионного пакета шести каналов, где передаются спортивные каналы и также новостные каналы на Анголу. И сегодня подписание контракта для репортажа телевидения дает больше возможностей по расширению данной компании. Сегодня они приняли решение, что на территории Южной Африки, где проходит спортивное мероприятие, транслировать эти передачи через спутник «Газпром-космическая система». Мы действуем следующим образом. Случаются какие-то события, будь то спорт, матч регби, три часа продолжительности или какой-то интересный новостной репортаж продолжительностью 15 минут. Мы запрашиваем спутниковую емкость «Ямал-402» и проводим эти репортажи. В конце месяца мы суммируем, сколько мы использовали времени, этот репортаж на спутнике и подписываем такой контракт. Второй контракт, подписанный с немецкой компанией IABG, предусматривает периодическое использование ресурса «Ямал-402» для организации передачи телевизионного и иного контента в Нигерии. Этот контракт еще более укрепил сотрудничество между компаниями, длящиеся уже более 10 лет. Также компания «Газпром-космические системы» провела ряд деловых переговоров, открывающих новые перспективы для международного сотрудничества. Емкость орбитальной группировки «Ямал» позволяет предоставлять услуги связи как частным клиентам, так и крупным корпорациям. Сегодня на орбите находятся четыре спутника, через них транслируются около 300 телевизионных каналов. Спутники вещают на всю территорию России, страны Европы, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Услугами пользуются клиенты порядка из почти сотни стран. Работу спутников на орбите поддерживает развитая наземная инфраструктура компании. И в первую очередь это телекоммуникационный центр, расположенный в Щелковском районе. И в скором времени специалисты, работающие там, планируют принять участие в других крупных выставках, которые также пройдут на международных площадках. Ну а в каких странах, вы узнаете из будущих репортажей телерадиокомпании Щелково.